Кушать подано Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Саш, какие продукты нам необходимы для приготовления этого салата? Для приготовления этого салата нам потребуется малосольная семга, балык белорыбецы, креветки коктейльные, отварное куриное яйцо, свежий огурец, маслины и для украшения лимон, красная икра и крем бальзамический. Вот такой вот небольшой набор продуктов, дорогие хозяйки, которые помогут превратить наше сегодняшнее блюдо в настоящий шедевр. Саша, с чего начнем приготовление нашего приготовления? Приступим к приготовлению салата. Александр, поможете мне нарезать яйца кубиком? С удовольствием. Я пока нарежу огурчик на украшение. Александр, а расскажите вообще что-нибудь об этом салате. Когда его лучше готовить? Какой может быть повод для его приготовления? Ну, этот салат можно приготовить, в принципе, по любому поводу. Когда встречаешь друзей, гостей, вот так вот. Этот салат очень удобно готовить, когда после какого-нибудь застолья остаются продукты. То есть настоящая мечта хозяйки. Да, чтобы вот, допустим, вот делаете из рыбки нарезку, а просто гости ее не съели, и оно у вас осталось. И любая хозяйка может просто вот взять, приготовить из этого салат. То есть такой некий оливье по-новому. По-новому. Я сейчас займусь рыбкой. Александр, поможете мне нарезать салат? Возьмите один листик и его с соломочкой. Я пока порежу другую рыбку. А мне что порезать? Огурец на украшение. Точно так же? Нет, мне точно так же. Пополам и полукольцами. Саша, ну а чтобы наши хозяйки понимали, сколько по времени готовится этот салат? Ну, приготовление этого салата не занимает много времени. Это примерно минут 10-15. В принципе, мы для салата все нарезали. Мы сейчас берем наш любимый и вкусный майонез с лобода и заправляем его. Оливковый. Он состоит из привычных натуральных продуктов. Давайте посмотрим на состав. В нем нет никаких искусственных добавок, которые могут навредить здоровью. Только природные и полезные ингредиенты. Знак «Живая еда» подтверждает, что перед вами продукт, который приготовлен только из свежих компонентов. Пока я, Александр, перемешиваю с салатом, вы мне поможете? Разрежете маслинку пополам. Это будет у нас глаза у рыбки. Теперь, Александр, мы переходим к оформлению салата. Так как он у нас уже готовый, будем его выкладывать на тарелочку. Салат стараемся выкладывать, чтобы получилось в форме рыбки. Капелька, вот так, полумесяца. Саш, что нам нужно для декора? Мы используем маслинки, они у нас будут выступать в роли глаз у рыбки. Так. Лимончик салатового роса, креветки и красная икра, базамический крем. За дело? За дело. Так, вот глаза нашей рыбы. Вот, Александр, отлично. Теперь мы сделаем хребет рыбки из огурца. Из креветочек мы сделаем рыбки плывнички и хвостик. Для оформления мы используем коктейльные креветки. Они легко доступны для любой хозяйки, которая может позволить себе купить, в принципе, в любом магазине. Украшаем салат лимончиком. И салатом лоло-роса. Можно даже веточку тимьянчика еще. Добавим красной икры. Крем бальзамический. В принципе, все, салат готов. И финальный штрих – веточка тимьяна, он же чебрец. И вуаля, наш салат «Золотая рыбка» готов. Кушать подано. Александр, спасибо вам большое за вкусный и быстрый рецепт. А я напоминаю, что сегодня нам помогал сур-шеф парк-отеля «Вишневая гора» Александр Шмаков. Ну что ж, друзья, надеюсь, что ваши кулинарные способности по достоинству оценят домочадцы. И не забудьте мудрость. Ничто нас так не разделяет, как вкус, и не объединяет, как аппетит. До новых встреч. А ты невеста моего брата? Не знаю. Но вы идите тут вместе. Ну да. Одну рубашку тут носите вместе. Так получилось. И спите тут вместе. Это моя невеста, и мы теперь все делаем вместе. Хорошо, когда есть повод пожениться. Майонез «Слобода» в новой упаковке. Кушать подано.